Всем привет! Сегодня у меня для вас, как мне кажется, просто бомбовая идея видео, а именно мы с вами сегодня будем тестировать самую бюджетную косметику, которую я только могла найти в интернет-магазине. И среди этой косметики, спойлер, оказалось очень много интересных открытий. Вот реальная косметика, которая просто обалденная и даже доходит до статуса такого взрыва мозга, как за такую стоимость можно было сделать такой офигенный продукт. Конечно, здесь и не обошлось без разочарований, ну куда же без них. Все в деталях я вам покажу сегодня в макияже, потому что полностью весь макияж у меня выполнен косметикой, о которой сегодня пойдет речь. И вообще такая небольшая предыстория, как мне пришла идея в голову. Я сидела на сайте Lady Makeup и крутила там разные вкладки, новинки смотрела, какие-то отдельные категории. И тут мне пришла идея в голову открыть просто во вкладках все категории, которые мне понадобятся для того, чтобы сделать макияж. Я имею в виду там консилер, тени, румяна, помады и так далее. И отсортировать все по цене, начиная от самых дешевых товаров. И выбрать косметику среди первых вот там нескольких предложений, которые сайт мне показал. Сразу скажу, что моей задачей не было купить вот прям самое-самое дешевое, чтобы вот сказать, что это самое дешевое. Я смотрела в целом, ну, где-то, наверное, на предложении первых 10. И среди этих 10 выбирала то, что потенциально может мне действительно понравиться. То есть задача здесь не просто устроить трэш такое видео, где я показываю все самое дешевое и самое ужасное. Нет, здесь наоборот, задача заключалась в том, чтобы попытаться из самого-самого недорогого выбрать то, что действительно может потенциально круто работать. Мне кажется, я справилась с задачей просто на отлично. Но перед тем, как мы с вами приступим, я хочу вам напомнить, что каждый раз, когда вы шопитесь онлайн, у вас есть возможность экономить деньги. Ну, или возвращать свои собственные деньги. И сделать это очень просто с помощью кэшбэк-сервиса SmartySale. В SmartySale есть более 1100 интернет-магазинов, в том числе и такие популярные, как Алиэкспресс, Sephora, iHerb, Booking и многие-многие другие. И обратите внимание, что комиссии не копеечные. Чаще всего они от 5 до 15%, но достигают и аж 50%. А если вы любитель совершать покупки со своего смартфона, для вас существует удобное приложение, которое можно скачать как для iOS, так и для Android. Если для вас все это в новинку, вы запутались или вам не начислился кэшбэк, не переживайте, у SmartySale есть круглосуточная поддержка. Ссылку на сервис я вам оставлю в описании под видео, обязательно зацените. Фух, я сегодня чувствую себя какой-то такой разбитой и уставшей, но в то же время я настолько предвкушаю съемку этого видео, потому что мне очень хочется поделиться с вами всеми своими находками. И это единственное, что меня сейчас вот подстегивает. Среди самых-самых недорогих палеток теней, но в то же время, как мне показалось, самых удачных находятся вот эти вот от Revolution. И как видите, я взяла не одну, а целых две, потому что было несколько причин на самом деле. Во-первых, мне хотелось проверить, отличается ли одна палетка от другой по качеству. А с другой стороны, мне очень хотелось протестировать именно вот эту, потому что мне она показалась самой ходовой такой, потому что это палетка исключительно матовых оттенков. И здесь есть, в принципе, все. И холодные, и нейтральные, и теплые оттенки. В общем-то, на мой взгляд, растяжка очень удачная. И если кто-то собирает вот только первую свою косметичку, то мне кажется, вот это отличный вариант. А вторая палетка, это что-то просто более интересненькое, веселенькое, не скучненькое. Хотя здесь тоже, в принципе, есть очень много матовых оттенков, таких ходовых, приятных, толковых. Но здесь также это все разбавлено еще и металликами, в такой розовато-сиренево-фиолетовой гамме. С помощью вот этой палетки я делала макияж, который был на мне в видео с обзором на тональную основу и консилер от Revolution. И очень многим там понравился макияж. Многие меня спрашивали, как я его делала, чем я его делала. По сути, вот только исключительно вот этой палеткой. Я использовала матовые оттенки по классике, просто от самых светлых, каких-то транзитных, и заканчивая более темными, углубляла складку. А потом во внутренний уголок я нанесла вот этот вот оттенок, и нанесла его во внутренний уголок, и подняла вот так вот прям к праве, по внутренней стороне глаза. Если описать эти палетки в целом, я могу сказать, что они по качеству не отличаются, и качество у них действительно неплохое. Учитывая, что они стоят, ну просто реально смешные деньги за такое количество теней, это не просто какая-то малюсенькая четверочка, знаете, там на 4 каких-то мини-пини вот таких вот оттеночка. То есть это действительно большая палетка, тут большой выбор, и если задача в том, чтобы не потратить много денег, но вот купить что-то действительно такое ходовое, чтобы это не валялось в косметичке, то, как мне кажется, это хороший вариант. Конкретно вот эта палетка называется Basic Nats, и с помощью нее сегодня мы с вами и будем делать макияж, ну преимущественно, я думаю, потому что здесь, кстати, очень много оттенков, которые по гамме сегодня со мной сочетаются. Это вот такие вот песочные, верблюжьи разные оттенки, я думаю, мы на них сегодня и сосредоточимся. Самые ли это лучшие тени, которые я использовала? Конечно же нет, но в то же время это самые лучшие тени, которые я использовала в такой ценовой категории. А теперь давайте ненадолго прервемся с этими тенями, и я вам покажу еще один вариант, который я заказала. Вообще, в принципе, если зайти, мне кажется, в любой интернет-магазин и отсортировать категорию тени по цене, то первое, что вы увидите, это однушки теней. Потому что по факту это как бы будет самый дешевый вариант, но, как я всегда говорю, однушки теней это на самом деле самый дорогой вариант. Потому что если вам нужно из однушек собрать целую палетку, вы потратите огромные деньги. И вот среди однушек единственный вариант, который меня заинтересовал, это вот такие вот тени. Бренд называется Semilac. Если честно, я вообще никогда не сталкивалась с этим брендом, судя по всему, он польский. И называется это Illuminating Eyeshadow. Я себе взяла оттенок номер 412 Brightening Gold. На сайте Lady Makeup почему-то они позиционируются как кремовые тени, но на самом деле это обычная сухая текстура. Но тени сами по себе не понравились. Конечно, за свою стоимость они получаются достаточно дорогими. И вот, кстати, вот этот оттенок просто восхитительно смотрится как хайлайтер во внутреннем уголке глаза или под бровью. Сегодня же я хочу нанести этот оттенок по центру века и вот так вот поднять его даже выше немножко складки для того, чтобы этот макияж сделать немножко более интересным. Как видите, оттенок очень насыщенный. И мне нравится тоже этот цвет, потому что цвет вроде бы как и золотистый, но в то же время как-то он дуахромит зеленцой немножко. И сейчас, когда этот оттенок более-менее растушеван с матовыми тенями, я возьму еще немножко на кисть и нанесу на самый центр века влажным способом эти тени. Теперь во внешний уголок глаза я хочу добавить затемнение, так как особенность вот этих палеток теней Revolution в том, что тени не слишком пигментированы. Вернее, они такие, знаете, как полупрозрачные и для того, чтобы сделать именно насыщенный темный макияж, их нужно очень много раз наслаивать, либо использовать какие-то базы в плане карандашей или каких-то кремовых теней. Короче говоря, у нас с вами супер бюджетный тоже сегодня карандаш. Это карандаш от Golden Rose, он называется Dream Eyes Eyeliner и я себе взяла оттенок 406. Это темно-коричневый карандаш и когда вот свочишь этот карандаш, кажется, что ого-го, класс, вообще супер находка, но на самом деле на глазу он как-то ведет себя сушей. Я не знаю, может быть и у меня конкретно кожа век более сухая, чем кожа рук, хотя вряд ли на самом деле, но в то же время, когда наносишь его на века, вот он немножко больше проявляет себя именно как такой суховатый, знаете. То есть не гелевый, который вот скользит прям и вот так же растушевывается легко, а он такой немножко более суховатый, немножко более пудровый. На мой взгляд, он выигрывает тем, что действительно у него и стойкость хорошая, он не размазывается, не течет. Оттенок просто потрясающий, потому что это именно такой темно-темно насыщенный коричневый цвет. Ну и про цену в очередной раз говорить не буду. А вот консилер, который мы с вами сейчас будем наносить, меня реально шокировал, причем это был такой приятный шок. Я совершенно не ожидала, что мне он настолько понравится. И это консилер от Evelyn, который называется Magical Perfection Concealer. Вот этот консилер очень сильно мне напомнил более дорогой аналог от It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Это тоже такой вот густоватый кремовый консилер. И, кстати, тоже он мне очень сильно напоминает консилер Sisley по своему финальному виду. Конечно, состав, ну, даже и не близко. Sisley здесь бесполезно их сравнивать. Естественно, Sisley мне нравится гораздо больше в этом плане. Но что касается исключительно декоративного эффекта, то вот это очень хороший вариант. Единственная особенность вообще в принципе таких консилеров заключается в том, что из-за того, что это такая жирная, густая формула, нужно обязательно очень хорошо закреплять этот консилер, либо использовать термотушь или водостойкую тушь. Потому что из-за того, что вот много здесь вот такого вот жирненького, как жирный питательный крем, то тушь вот очень большую вероятность имеет отпечататься и сделать вам такие точки. Или в целом вы можете поиметь, знаете, такие глаза панды. Такого рода консилеры отлично подходят для более возрастных макияжей, потому что они не смотрятся сухо под глазами, не подчеркивают морщины, не делают из вас старуху такую, знаете, лет на 20 старше, чем вы являетесь. В общем-то, мне этот консилер действительно очень понравился. Из бюджетных это, наверное, один из лучших вообще, которые я пробовала. Покрытие у этого консилера я бы сказала, что среднее или даже немножко ниже среднего. И оттенок вот этот первый очень удачный. Это именно классический такой светлый оттенок кожи. А вот что касается туши, то вот здесь меня ждало, к сожалению, мое первое разочарование. Я взяла вот такую вот тушь, она тоже показалась мне одной из самых потенциально хороших на сайте. Это бренд Lovely. Насколько я опять-таки понимаю, это польский бренд. И называется эта тушь Lash Extension Mascara. У нее, в принципе, многообещающая щеточка. Это силиконовая такая изогнутая щеточка, достаточно большая. И, возможно, из-за этого у меня случилась первая проблема, которая заключается в том, что я практически гарантированно пачкаю ею века. Но это происходит все время, когда я использую слишком большие щеточки. Именно поэтому лично я люблю такие щеточки поминиатюрней, скажем так. Но основная проблема даже не в этом. Основная проблема, которую не решить, заключается в том, что тушь отпечатывается. И независимо от того, использую я этот консилер или я использую что-то другое. В принципе, практически гарантированно. У меня даже через несколько часов, даже, может быть, через час, уже появляются такие, как черные точечки. А еще это тушь из тех, которая моментально очень сильно обхватывает ресницы, наляпывается таким грубым слоем. Я не могу сказать, что мне это не нравится, потому что из-за того, что у меня такие маленькие, коротюсенькие реснички, такой эффект, в принципе, это единственный эффект, который заставляет мои ресницы быть видимыми хотя бы. Как-то показываться на горизонте. Но в то же время, если вы такой эффект не любите и больше любите наслаивать тушь, разделение получать, то тогда это вообще не ваш вариант. А теперь давайте с вами серьезно поговорим о тональных основах. Потому что мне кажется, что я сделала для себя такое сумасшедшее открытие. Но у меня есть какое-то дурацкое такое предчувствие, что она нравится только мне. Потому что я, когда ее заказывала, вот я была на 100% уверена. Даже не на 99 или 95, я была на 100% уверена, что это какая-то гадость. И 100% я ее попробую один раз, и после этого никогда в жизни не захочу доносить снова на свое лицо. Я не знаю почему, просто мне кажется, что вот эта тональная основа уже миллион лет как продается. И почему-то у меня было такое ощущение, что это уже устаревшая формула, что она будет выглядеть очень плотно на лице, как-то пудрово, может быть, будет трескаться. Короче, я себе представляла вот какую-то вот такую картину. Короче говоря, я сейчас вам в действии покажу тональную основу от Maybelline Affinitone. Я себе взяла оттенок номер 2 Light Porcelain. После того, как я единожды ее попробовала, я настолько впечатлилась. Возможно, из-за того, что у меня были наоборот заниженные ожидания. Но, в общем-то, даже перед тем, как я ее начну наносить, я очень хочу вас попросить. Если вы пользовались этой тональной основой, если она у вас есть в коллекции, обязательно напишите свои впечатления. Если нравится, то, пожалуйста, подтвердите мои слова, потому что мне хочется думать, что я не одна такая, кому реально очень сильно понравился этот тон. И если она вам не нравится, то напишите тоже, какой у вас тип кожи, что конкретно вам не нравится. Я не хочу сейчас захайпить эту тональную основу, сказать, а это самое лучшее, вот 100% это покупайте, и вот просто гребите это лопатами. Реально стоит недорого и настолько круто. И потом, чтобы массово все разочаровались, поэтому давайте сделаем такой обширный обзор на этот тон. Я не знаю, у меня есть какое-то дебильное вот это вот предчувствие, что этот тон по какой-то магической непонятной причине подходит только мне. У меня кожа сейчас, я бы сказала, комбинированная. В основном она нормальная, но есть сухие участки. Есть также шелушение, в основном на носу. И с шелушениями вот есть такой вот нюанс, не могу сказать, что она их скрывает, но в то же время и не подчеркивает. У нее очень красивый такой натуральный финиш на лице. Она очень хорошо все перекрывает. Это не плотное покрытие, но это, наверное, даже чуть выше среднего. И что больше всего меня поражает, это то, насколько хорошо она держится на протяжении дня, потому что что в момент нанесения, что в самом конце дня она выглядит просто тупо одинаково. В общем-то, я сама того не ожидала, но эта тональная основа мне настолько сильно понравилась, что я могу ее запросто использовать наравне с какими-то своими текущими фаворитами. Не знаю, мне эффект очень нравится. Такое впечатление, что я вообще новое лицо себе как маску натянула. Вот настолько все в первую очередь перекрылось, во вторую очередь сгладилось. То есть вот эти все силиконы, они очень хорошо разглаживают общую текстуру кожи. Но одновременно я сейчас тоже начала выглядеть немножко как привидение, поэтому нужно срочно добавлять какие-то бронзеры или корректирующие средства. Но перед этим у меня есть еще один кремовый продукт, который хорошо бы нанести до нанесения сухих текстур. И это жидкий хайлайтер от бренда W7. Называется он Night Glow. Иди сюда! Да! Выглядит он странновато, как лак для ногтей. Здесь и аппликатор точно такой же, как у лака для ногтей. Абсолютно неудобно, сразу могу сказать. И в целом, вот этот хайлайтер мне не понравился. Вот он, когда свочишь, симпатично. Но когда наносишь на скулы, он как будто исчезает. Буду наносить на скулу. И вот он вроде бы как начинает наноситься. А потом, знаете, вот куда-то девается. Такой себе хайлайтер Гудини. У меня такое впечатление, что он как будто как выветривается с кожи. Вот я сейчас вот ощущаю какое-то более липкое что-то у меня здесь вроде бы как есть. Но вот эффект хайлайта я не вижу абсолютно никакого. Причем сейчас пройдет еще буквально там минутка. Он еще больше испарится с кожей. Спасибо, хотя бы тон не разрушает в местах нанесения. Так, контуринг. Для этих дел я взяла целых два продукта. Потому что, опять-таки, я не могла определиться, что мне нравится больше. Там было несколько вариантов. И вот эти вот два мне показались, что имеют самый большой потенциал. И, возможно, я, кстати, и угадала. Потому что оба эти продукта мне понравились. И какой мне понравился больше, я даже вот, если честно, затрудняюсь с ответом. Потому что они очень похожи. Первый от бренда Lovely. Называется он Golden Glow. И оттенок у меня Light Beige. Второй от бренда HIN. Называется Matte All Day. Вернее, сзади здесь написано Matte Bronzing Powder. И оттенок 505 Jamaica Sun. У них немножко отличается тон. Вот этот вот от HIN, он немножко больше имеет оливковый потон. И я думаю, если вот так их поставить вот рядом, это, в принципе, должно бросаться в глаза. Вот этот немножко более нейтральный. Такой именно серо-коричневый. Вернее, такой вот бежевый, наверное, классический. Оба эти корректоры полупрозрачные. То есть, когда вы их наносите, нужно их наслаивать. И чем больше вы их наслаиваете, тем больше они проявляются. Но в то же время вы их никогда не наслоите настолько сильно, чтобы создать именно такие, знаете, бакенбарды. И если вам нужна жесткая коррекция, то вы ее не получите ни с одним, ни с другим средством. Это скорее более такие натуральные средства, которые подходят для дневного макияжа. Если вы боитесь переборщить, вот вам хочется добавить контуринг на лицо, но вот вы реально боитесь поставить пятна и выглядеть смешно, потому что будут видны вот эти вот ваши скулы. То вот это очень деликатный вариант, с которым вы гарантированно не переборщите. И я бы сказала, что выбирайте то, что вам ближе по оттенку. И последний, кстати, минус корректора от Lovely заключается в том, что он очень парфюмированный. Вот начинаешь его наносить, кистью трогать, и прям, вот знаете, вот эти пары парфюма начинают заходить в твои ноздри и немножко так раздражать. На лице, конечно, уже не ощущается после нанесения, но вообще, в принципе, наличие отдушки здесь, ну, как бы, зачем? Я вам сейчас оба попытаюсь продемонстрировать. На одну сторону я нанесу Хин, а на вторую сторону я нанесу Lovely. Не знаю, для меня оба эти средства равнозначны, и оба мне понравились, но рука больше тянется к Хин, и из-за своего вот этого нюанса с подтоном, мне кажется, что вот такой вот оливковый на мне смотрится немножко лучше, и в целом он как-то, как лучше, что ли, скулу подчеркивает. Ну, и в целом работает как корректор. А еще благодаря этому видео я нашла свои самые-самые-самые-самые любимые румяна, потому что у меня с румянами обычно проблема. Я их не люблю, и я не люблю, когда они сильно пигментированы, и нужно, знаете, так кисточкой, а потом в предпаническом состоянии вот так вот пытаться еле-еле трогать кистью скулу для того, чтобы, ну, не слишком сильно очевидно это все было. В общем-то, попались мне вот такие вот румяна. Они, конечно, малюсенькие. Я, если честно, ожидала формат, ну, в стиле Милани, знаете, запеченных румян, ну, таких они побольше, конечно, по размеру. Вот это очень маленькая такая штучка. Опять-таки бренд Хин, называется Baked Rouge, и оттенок я себе взяла 276. Это просто идеальные румяна для меня, потому что они настолько полупрозрачные, что я могу их сравнить с румянами от Hourglass. И вот именно там встречается тоже очень похожая текстура, когда набираешь кистью, кажется, не набирается. Наносишь на лицо, кажется, ничего не наносится. Но в то же время добавляется какой-то вот такой вот красивый нюанс. Это абсолютно невыраженный румяна. Это не будет там розовый цвет, персиковый цвет или что-то типа того. Это будет вот такая тонкая, немножко светящаяся вуаль, которая на мой взгляд выглядит просто обалденно красиво. По крайней мере, мне очень нравится такой эффект. Я могу их так хорошенько набирать на кисть, потом переносить на кожу и никогда не переборщу при этом. Хайлайтер я сегодня буду использовать от W7. Называется он Glow... Гл... Чего? Называется он Glow Commotion. И, судя по всему, он идет в единственном оттенке. Этот оттенок такой вот, знаете, классический оттенок шампанского. Я знаю, что этот хайлайтер сравнивают с хайлайтером от Debalm и говорят, что это практически одно и то же. Я вам обязательно в свотчах покажу сравнение с Debalm, чтобы вы сами посмотрели, насколько для вас это похоже или не похожий вариант. Он достаточно золотистый. То есть, если у вас холодная кожа или если у вас очень светлый тон кожи, я бы на вашем месте не брала бы этот хайлайтер, потому что, скорее всего, он будет такой золотой пыльцой у вас на коже выглядеть. Если же у вас тон кожи, как у меня, или даже темнее, вот тогда это будет выглядеть красиво. А сам по себе хайлайтер хороший, качественный, вообще к нему претензий абсолютно никаких. С одной стороны, и деликатно выглядит, но в то же время и не незаметно. То есть, его видно на лице. А для бровей у меня такой продукт, скорее, не очень. И это карандаш от Golden Rose. Называется он Dream Eyebrow Pencil. По-моему, это, кстати, та же линейка, что карандаш для глаз мы сегодня использовали, но этот для бровей. И я взяла себе оттенок 301. Ну, сразу начну с вот этой вот щеточки. Я, когда вижу карандаши с вот этими щеточками, у меня сразу какое-то отторжение начинается. Ну, ладно, карандаш все-таки стоит действительно совсем-совсем недорого. И это из той оперы, когда вот просто нужно выкрутиться, и можно выкрутиться. Но вот так, чтобы я его рекомендовала как классный карандаш для бровей, ну, вот совершенно нет. Но в то же время, если вот у меня ничего под рукой нет, то все-таки лучше вот это, чем вообще ничего. Ну вот, смотрите. Самое главное, что мне хочется отметить, это то, что не уродливо. То есть нормально. Но этот карандаш настолько сухой, и вы видели, что я когда наносила, я держала его прям чуть ли не за кончик, и еле-еле старалась касаться бровей, потому что он может, в принципе, рисовать именно такие жесткие линии, поэтому им нужно вот именно просто вот как еле-еле скользить по поверхности кожи, тогда будет нормальный эффект, вот такой вот, как вы сейчас видите. И вообще, в принципе, кстати, после того, как я выбрала косметику для этого видео, я поняла, что самые дешевые карандаши делают Golden Rose, поэтому для губ я тоже взяла карандаш от Golden Rose, опять та же линейка Dream Lips Lip Liner, и оттенок я взяла 501. Это, кстати, очень классный нюдовый оттенок, и сам карандаш очень даже ничего. Опять-таки, супер-супер дешево, и вот как карандаш для глаз, так и вот этот нормальный, вполне можно им пользоваться, и, наверное, если сравнить все три карандаша, для глаз, для бровей и для губ, вот этот я могу рекомендовать больше всего, потому что и оттенок классный, и наносится, в принципе, достаточно приятно, он тоже более такой пудровый, не скользящий, не гелевый, если нужно что-то бюджетное, вот можете купить Golden Rose. А помаду я выбрала от Lovely, называется она Nude Mood Creamy Liquid Lipstick, и оттенок я себе взяла номер 4. Я почему-то подумала, что это жидкая матовая помада, когда я ее выбирала, и я вам собиралась сказать, что это ни разу не жидкая матовая помада, а потом я поняла, что здесь вот просто как для слепых написано Creamy Liquid Lipstick, то есть кремовая жидкая помада, и она таковой и является, которая не застывает, и выглядит как достаточно пигментированный блеск. Этот оттеночек немножко такой полупрозрачный, но очень красивый, вот эта помада тоже мне очень понравилась, очень комфортно тоже она лежит на губах, не стойкая она, из-за того, что она не застывает на губах, она держится приблизительно так же, как блеск для губ. И самый последний продукт, который мы сегодня с вами будем использовать, это фиксирующий спрей от Golden Rose, который называется Makeup Fixing Spray. Перед тем, как его заказывать, я нашла его состав, и убедилась в том, что у него в составе нет спирта, и в принципе у него состав очень-очень-очень-очень простой. Здесь, по сути, вода и метилпропондиол. Дальше идет консервант, и вообще ингредиенты, процент которых не превышает 1%, поэтому они не особо там влияют на формулу. Очень простецкий спрей для закрепления макияжа. Спрей у него достаточно обычный, здесь вы не получите такое мягкое облачко, это обычный пульверизатор. Продлевает ли стойкость макияжа? Ну, я бы тут, наверное, на него не полагалась бы слишком сильно, но в то же время, что он гарантированно делает, это соединяет все сухие и кремовые текстуры на вашем лице в одно целое. То есть, если вы видите, что лицо у вас немножко запудренное, или макияж в целом выглядит немножко тяжеловато, то нанесение вот таких вот спреев значительно помогает улучшить ситуацию. Ну и также такие спреи обычно добавляют немного больше свечения. В заключение мне хочется вам сказать, что на самом деле я была приятно удивлена, насколько сейчас выросло качество бюджетной косметики, и я даже имею в виду здесь не бренды, которые уже зарекомендовали себя в бюджетном сегменте, а вообще, в принципе, если выбирать вот так, откровенно говоря, все самое дешевое, то вы не получаете какое-то отвратительное качество, как, например, там несколько лет назад, даже еще, мне кажется, 5-6 лет назад, когда покупал что-то самое-самое-самое бюджетное, то обычно это было что-то абсолютно отвратительное. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.